Друзья мои, мы с вами должны войти в новогоднее настроение. Я вас беру в этот магазин, сейчас очки надену, для того, чтобы вам показать, какое новогоднее... Крисмос, наверное, рождественское. Господи, где мои очки? Вот, рождественское безумие творится у нас... Простите, я немножко болтаю из калачки. Творится в наших магазинах. У нас происходит полная подготовка. Ноябрь – это полная подготовка к Рождеству. Мы все уже просто в этом спирит, крисмос спирит. Мы, значит, это самое... В него входим с 1 ноября. Вот как случается 1 ноября, у нас наступает вот это вот всё. На нас просто накидываются Деды Морозы, рождественские веночки. Просто в промышленных количествах. Смотрите, какой симпатяга Санта. Как живой сидит. Бородёнка. Тапочки. Ой, он прям сидит. А вот эта... Снегурочка хотела сказать. Вы знаете, что у Санта Клаус в американской традиции есть жена. Миссис Клаус. Это никакая не внучка, не Снегурочка, а настоящая вот старушка такая осенненькая тоже. Вот они парочкой сидят. Какие хорошенькие. Девочки, я, знаете, могу здесь, наверное, снимать до завтра. Но у нас... Я, конечно, не буду вас мучить. Ой, какая красота. Посмотрите, какой красивенький веночек. Всего лишь 60 долларов он стоит. Не так уж и страшно. Посмотрите, какой он классный с домиками. Не такой вот, как вот привычные вот эти вот все с игрушками. А вот такой вот хорошенький с такими вот домиками. Очень мило, очень мило. Так, идёмте дальше. Ну, я не знаю. Ну, что тут комментировать? Вот ещё какой Санта в серебряном кафтане. Как живой. Ботиночки у него. Боже мой ты, боже ж ты мой. Так, пись. Мир, дружба, жвачка. Вот эти вот штуки, вот эти ангелы, это верхушечка для ёлки. Вот этих девочек, ангелочков, у нас ставят на ёлку сверху. Верхушка. 25 долларов она стоит. И они, видите, есть вот разные всякие, в разных красивых платьях. Это крисмосные ангелы. Их ставят как верхушку на ёлку. Вот такая вот традиция. Щелкунчики. Вот эти вот обожаю, обожаю. Давайте делать снежные шары. Прекрасно. Прекрасно. Боже, это кто? Это тоже Санта. Сколько разных Сант. Причём они такие модные. Посмотрите, какая у него шуба. Это я модный блогер, поэтому я... И даже Санта у меня модный. А вот это адвент-календарь. Ну, вы знаете, наверное, все, что это такое. 24 дня. С 1 декабря по 24 декабря. Вот такая вот корабейка с маленькими такими ящичками. И каждый день туда кладут какие-нибудь малюсенькие подарочки. Но здесь совсем маленькие ящички. Совсем маленькие подарочки. Вот это вот всё крутится. И что? И да, и каждый день открываешь, достаёшь подарочек. Даришь кому-то там своим родным, близким. Это очень тоже популярная у нас тема. Вот такое. Смотрите, у него вязаная-вязаная кофта, отделанная мехом. Штаны, ботинки. Всё прям... Боже, я прям в таком восторге от них. Это просто крючок такой, вешалка. Вот такой. Я не знаю, хотите цены, я вам озвучила, но я не знаю. Ну, вот, допустим, вот такой гном стоит 17 долларов. Гномики тоже очень-очень популярная тема. Как мне нравятся вот эти вот всякие домики симпатичные. Какие-то такие композиции. Это такой деревянный домик с домиками внутри. 30 долларов. А, значит, здесь, видите, есть батарейка. Место для батарейки. Он включается. И, видимо, там какая-то внутри подсветка. И его можно использовать как такой фонарик. Видите, его можно вешать за верёвочкой. Вот тоже адвент-календарь. Видите, много ящиков, которые все повываливались у него. Вот такой фонарик. Я думаю, что это тоже... Да, это тоже фонарь. Ой. Ну, девочки, да. Я поэтому люблю месяц ноябрь. Вот через месяц... Сейчас середина ноября. Через месяц, в середине декабря, здесь ничего не будет. Здесь будет пусто. Всё раскупят. Всё раскупят. А это настолько приятно и вводит вас в рождественское настроение. Крисмосное, новогоднее. Значит, вот это тоже. Такие верхушки тоже используются. Такие традиционные наши. Ну, просто такая какая-то красивая снежинка наверх ёлки. Вот таких, как у нас были в нашем детстве сосулек, здесь нет. А здесь вот или снежинки, или ангелочки. Посмотрите, какая-то ж прям целая брошка. Сколько такая стоит? 15 долларов. Ну, не страшно. Поксина, не страшно. Так, здесь всякие... Я даже не знаю, что вот это. Огромные шары набором. Вот отдельно продающиеся игрушки. Отдельные шары. Боже, какие они красивые. 8 долларов. Так они и стоили раньше. Мне кажется, они сильно не подорожали. Они все стеклянные. Такие тяжёлые. Смотрите, огурец. Настоящий. Вы знаете, я была с недели назад, здесь было намного больше игрушек. Я вам хочу сказать, что сейчас середина ноября уже сильно подраскупили. Уже довольно сильно всё подраскупили. Золотые шишки за 10 долларов можно купить, повесить на ёлку. Вот такие традиционные всякие домики. По пять. Маленькие. Вот их много. Вот такой вот старомодный, можно сказать, старомодный игрушка Дед Мороз. Вот здесь вот всякие красивые-красивые шары. Да. Вот это, по-моему, пластик. А может, и стекло. Но вот эти точно стеклянные, тяжёлые. Да, вот это лёгкое. Я вообще не знаю, честно говоря, вот такую тяжёлую вешать на ёлку. Мне кажется, что это немножко так, знаете, она прям тяжёлая. Так, что это у нас? Тарелка с фруктами. Ммм, как красиво. Пять долларов. Вот такую я бы купила. Очень оригинально, правда? Очень. Здесь у нас что? Киборд для компьютера. Это тоже очень. Прямо такие на удивление традиционные игрушки. Вот такие вот Деды Морозы, бобры. Это джинджер-человечек. Здесь джинджер сделаны. Как-то в прошлые годы было больше. Я думаю, что уже подраскупили. Здесь просто было очень много. Может, я ещё куда-то заеду, посмотрю. Так, что это такое? Вот какой-то дворец, замок. Чайник. Вот как реалистичный. Прямо чайник, смотрите. Самый настоящий. В общем, вот всякие вот такие. Машинки. Шары просто такие большие, круглые. Это какой-то бублик, ватрушка. Чего-то знаю. Сапог с букетом. Что вы только не хотите. Это, кстати, надувная. Надувная, это вот надувной круг для плавания. Тоже сделали из него игрушку. Так, здесь вот наборы. Очень много всяких. Видите, отдельных таких игрушек не так много. А наборов, вот их по четыре, по шесть штук. Штук. Вот, например, такой стоит 16-17 долларов. А вот этот четыре штуки. Причем он такой в подарочной упаковке. 15. Все одинаковые. Все какие-то золотые и серебряные. А вот каких-то таких... Вот, смотрите, какая прелесть. Яичница с беконом. Тоже игрушка. 9 долларов. Все золото и серебро. Может быть, это только здесь. Может, здесь дальше другое. Другой ряд сейчас посмотрим. Ну, вот здесь. Видите, здесь внизу бордовые. И здесь... Всякие, в общем, мороженое, пирожное. Всяко-всяко разные-всяко. Красные шары. О, вот такие вот разные. Видите, набор из разных шариков. Вот эти очень красивые. Красные с золотом расписаны. Вот эти розовые красивые. Вот отдельно стеклянные шары тоже в коробке. Подарочный вариант. Ну и, в общем, так, идемте дальше. Это особая тема упаковочный материал. Это чтобы заворачивать подарки. И клеить на них бантики. Вот всякие различные всевозможные пакеты. Бумага тоже очень много. Долго не буду. Вот наклейки всякие. Долго не буду задерживаться. Я бы хотела посмотреть. Вот это вот носки у нас продаются. Их обычно вешают на камин. И тоже в них кладут подарки. Привешивают к камину. И обязательно наполняют. На каждого члена семьи. Даже для собачек делают. И наполняют их подарками. Вот здесь продолжение. Смотрите, здесь вот такой огромный венок. 250 долларов он стоит. Это он с обратной стороны. Я сейчас попытаюсь его снять с этой. Но видно плохо. Ну вот, видите, он плохо виден. Вот только кусочек его. 250 долларов. Вот такой огромный. Это ж какую дверь надо, чтобы вот такой венок на нашу не повеситься. Очень много посуды тематической новогодней. Вот такое всё. Прямо всё-всё-всё-всё. Бесконечные ёлки. Вот эти штуки. Это такая, как сказать, покрывало, попона. Это когда ёлку. Вот я вам сейчас покажу картинку. Вот смотрите, ставят ёлку, чтобы не была видна крестовина. Вниз кладут вот такое вот покрывало, которое закрывает вот эту нижнюю часть ёлки. И на это место кладут игрушки. Вот на эту вот штуку. Не все это делают, но очень многие кладут такие вот. Кладут такие покрывало под ёлку. Так, продолжаем. Продолжаем. Коробка красивая какая. 24 доллара. А что там внутри? А, внутри ещё маленькая коробочка. Но она отдельная цена. А вот эта какая красивая. Это всё так очень хорошо идёт на подарки. Коробка для всяких украшений или вообще для чего хотите. Вот коробки отдельные. Ага, какая красивая ёлка. Смотрите. И она стоит 250 долларов. Это ёлка искусственно сделанная вся белая. Как будто ёлка в иней. Пойдёмте ещё поищем, где здесь ёлочки есть. Вы знаете, мне пришлось проехать в другой магазин за ёлками. Боюсь я, что и здесь я не увижу. В прошлый раз я была здесь. И здесь стояли шикарные, огромные, совершенно ёлки уже наряженные. Такие красивые. По-моему, они прямо с игрушками продаются. Я всё-таки их поищу. Но у меня такое впечатление, что их уже все раскупили. Но здесь то же самое. Вы видите, это такое же безумие, которое... Я даже не знаю. Это невозможно комментировать. Это невозможно... Просто... Ну что тут скажешь? Вы видите всё, да? Я, может быть, слишком быстро иду. Посмотрите, здесь прямо целые сани. Так, я хочу ёлку найти красивую, большую, наряженную. Я их здесь видела. Ещё я хочу найти побольше. Может быть, здесь есть игрушек. Ну, здесь вот тоже, видите, всё раскупили. Я была здесь, может быть, неделю назад. И здесь прямо было столько всего. А сейчас... Ох, какой красивый шар, смотрите. Вот такой я хочу. Я раз в год, каждый год раньше покупала новый шарик на свою ёлочку. А потом как-то перестала какое-то время это делать. Ну, может быть, я в этом году снова куплю. Посмотрите на неё. Красавица какая. Или вот такую купить девушку. Или она слишком сильно улыбается. Или вот такой вот цветочек. Аленькой. Цветочек аленькой. Или вот такие вот... Что это? Мороженое. А это блины какие-то с мороженым. Ёлки-палки. Пять долларов из ягод. Вот как вам это нравится, эти съедобные... Эти съедобные игрушки. Они просто меня очень удручают. Красота. Или вот такая вот. С ложкой. Грейпфрут. Есть и... А! Сэндвич с авокадо. Авокадо сэндвич. Прикольно! Что-то ещё есть? Или всё? Ой! Ёлки-палки. Это я тут бурю всё. Нет, это просто цветочек. У меня сумка просто болтается. Я ей тут размахиваю. Ой, сейчас. Всё. Вот это тоже очень красиво. Ну, мы вот такое похоже видели с вами. Правда? Они стеклянные все, эти шары. Френч фрайс. Жареная картошка. Да. Еды, конечно, много. Какие-то бублики. Господи! Что происходит? Так, это значит, что это дамплинг с китайской. Вот у нас кулинарная... Кулинарная... Вот и мальчик девочки нашёлся. Что-то написано. The time is always right to do what is right. Значит, это Мартин Лютер Кинг. Это не просто мальчик. Это известный мальчик. Значит, это, видимо, его высказывание о том, что это всегда хорошее время делать хорошие вещи. Ну, в общем, как-то так я переведу это. Так, здесь у нас кусок пирога. Вот такой вот. Это крем-чиц. Здесь у нас претцел. И... Всё, больше никакой еды нету. Давайте ещё хорошо посмотрим. Смотрите, какие. Прямо брошки. Так, пис. Сердце. Польфетка. Мой аппетит больше ничего мне не нагоняет. Так, это что такое? Это тоже дамплингс китайский. Ага, это какой-то фондю, наверное, видите? Горшочек для фондю. И тут как будто бы расплавленный сыр. Ну, такого я ещё не видела, честно говоря. Может быть, я просто плохо смотрела. Короче, вот маленькая ёлочка наряжена. Очень красиво сделана. Может, купить такую дому поставить. Мы покупаем настоящую ёлку. Но её наряжать, разнимать, наряжать. А вот такую купила, сразу готова. Ну вот, в общем, короче. Людей очень много. Все в невероятной ажитации бегают. Разглядывают всякие. Покупают кристаллы с декорацией вот женщины. Так, хочу ёлку вам показать. Так, ёлку пока не нашла. Зато вот такую вот парочку. Они вдвоём? Они парой продаются? Нет, каждый отдельно. 80 долларов. Сидит Нагана Ана Гусанта на кресле. Всё. Вы знаете, что я таки немножко опоздала. Вот одна маленькая, совсем небольшая. Я была здесь в прошлый раз. И здесь было такое количество вот таких вот красивых-прекрасивых ёлок. Искусственных. А здесь сейчас смотрю. Остались только вот несколько. Остались несколько. И вот такие вот в горшках. А те были прямо настоящие-настоящие ёлки. Вот эта вот маленькая, какая-то худенькая. Нашла вот вам золотую. Золотую. Она ещё с лампочками продаётся? Да. А, видите, у неё вот здесь вот лампочки и огоньки. Вот здесь. То есть она включается. И она будет вся сверкать. И вот такая же маленькая серебряная. Ну, вот такая малюсенькая симпатяга. Да, большие ёлки раскупили, представляете? Да, жалко. Хотела вам показать. Я прямо в прошлый раз, когда сюда пришла, я увидела у входа стояли огромные ёлки. Наряженные. Такие красивые. У меня не было времени. И сегодня я сначала поехала в один магазин в другой. и подумала... И подумала, что... Что-то там ёлок совсем нету. Поехала сюда специально. И вот, видите, осталось только вот... Вот такие вот обычные. У меня чуть повесили какую-то одну игрушку. Красивая. Ёлочка. У неё даже ствол сделан. Видите, как будто бы настоящий. Ну, в общем, короче... Если вам не надоело всё это ещё... Причём опять, посмотрите, какие красавцы! Этому просто... Просто нет конца. Совсем чуть-чуть покажу вам специально рождественские посуды. Тарелки. Тарелки. Скатерть. Вот красная такая. Вот такие вот... Специальный кувшинчик для рождественских. Соль, перец. Вы знаете, что здесь люди... К праздникам меняют убранство в доме, в том числе и посуду. Чтобы всё соответствовало. Вот, допустим, даже соль и перец купят специально. Солонку и перечнице, вернее, купят специальную для Рождества. Вот такую вот, как я вам показала. Или другим каким-то праздником будут выбирать такие тематические. Боже мой, сколько всего! Но это не крестностное, не рождественское. Вот это, видите? Что же это такое? Автобус с ёлкой на крыше. Ничего, это какая-то банка, коробка. То есть крыша открывается. Это написано serving dish. Ну, просто что-то в неё можно ставить. Всё, что хотите. Здесь, видите, немножко снег и ёлочка. Прикольно, правда? Ну, какая прелесть. Вот тоже домик. Ginger. Ginger. Ginger house. Это из специального печенья делают домики, раскрашивают их. Из печенья клепят такие. Но это как бы не оно. Но есть специальные даже наборы продаются, чтобы слепить ginger house из печенья. Итальянское блюдо. Видите, сделано в Италии. Большое блюдо. Вся эта посуда специально для Рождества. Специально для Рождества, для праздников. Ручная работа сделана в Португалии. Ручная раскраска. А вот какая прелесть. Посмотрите, специальная тарелка. Магазин игрушек. Это как будто, знаете, как будто такой старинный немецкий город. Сюжет. Какая прелесть. Сколько она стоит? 7 долларов. Но дизайн английский. Прелестно, прелестно. И очень по-новогоднему. А здесь что? А это такие же большие. Живители. Вот просто черная посуда. Совершенно безотносительно к праздникам. Вот такой Санта-Клаус. Тарелка Санта-Клауса. Вот такая посуда. Это тоже совершенно рождественская посуда. И это посуда фирмы Микаса. Очень известная у нас. И вот здесь немножечко еще. Нет, это не рождественская. Это обычная посуда. Ну вот все, пожалуй, девочки. Наверное, на этих тарелках. Мы с вами распрощаемся. Я надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Я надеюсь, что мы немножко впали в рождественское настроение. Можно сказать, ну вот впали просто в рождественское настроение. И да, действительно, скоро праздники. Хотя, конечно, еще есть время. Но народ уже вовсю покупает подарки. Новую посуду. Ёлки, игрушки. Уже много чего разобрали. Потому что я смотрю, что вот этих ёлок больших, к сожалению, уже нет. Вот тоже посуда. Именно такая новогодняя, зимняя. Все. Всех люблю. С вами была Дита. Всем пока. Бей, бей, бей. Продолжение следует...